Всем привет, это Даша. Я в таком виде, потому что скоро Новый год, хочется как-то подзначить, и сегодня я буду рассказывать о лучших книгах, которые я прочитала за этот год. Напоминаю, это был 2020. Вот из числа этих патинетов мне нужно было выбрать десятку лучших. Конечно, это не очень лёгкая работа, скажем так, но я постаралась. И чтобы облегчить себе задачу, я вычеркнула те книги, которые я перечитывала. То есть ранее я была уже с ними знакома, либо видела экранизацию, как это, например, было с комнатой Мадоннахил. И осталось только то, что читала в первый раз. И уже дальше оставшееся было гораздо проще распределить по местам. Как водится? Начнём с конца. Десятое место. У нас осталось из-за японской растяжки в картинах, сакитамина. В принципе, само название уже отражает суть. Это, ну, автор является мангакой. И она в стиле манги, цветной при том, изобразила те упражнения из йоги и акупунктуры, которые направлены на то, чтобы улучшить зрение, избавиться от головной боли, расслабиться просто. И, допустим, если вы ведёте сидячий образ жизни, или у вас часто устает спина, для этих дел тоже есть упражнения. То есть всё правильно на пользу физического тела, нашего здоровья. На девятом месте приоткрытая дверь Татьяна Мастрюкова. Это одна из немногих вещей, которые меня смогли увлечь настолько, что мне, в принципе, не так много оставалось до финала. Но пора было идти делать йогу. Так вот, я делаю йогу в кои-то веки, не отвлекаясь от книги. К счастью, много упражнений было на спине, нужно выполнять, делая. Лежа, лёжа, прошу прощения. И я двумя руками держала книгу перед цеплой, а, так сказать, и делала упражнения одновременно. Это была, конечно, просто дикость, но это был единственный случай за всю мою жизнь, когда меня книга захватила настолько, что я, читая, умудрялася одновременно делать йогу. Сначала кажется, что это такая подростковая страшилочка, не очень какая-то легендарная, но чем дальше читаешь, тем больше ты ращишь глаза от недоумения, шока. И то есть книга захватывает просто шикарно. Ну, по крайней мере, так было в моём случае. Так что вот почему в десятку лучших книг года эта книга вошла. Но во всем месте попадает там, где раки поют, «Дели Оуэнс». Это, знаете, такой девочке, Маугли своего рода, которая брошена братиками, сестричками, родителями даже родными. Она одна растёт где-то там на болотах, и если встречается с людьми, то они её не понимают, считают чокнутой какой-то, неразумной, тупой, и вообще все махнули на неё огонь, но это не значит, что она не может состояться в жизни или найти любовь. Вот, допустим, вот там книга, и там есть преступление. Очень интересно. На седьмом месте, раз уж мы заговорили о преступлениях, исчезнувшая Гиллиан Флинн. Ситуация такая. У супружеской пары годовщина их свадьбы. Внезапно пропадает жена. Куда она пропала, куда исчезла, что с ней случилось, не знает никто. Есть подозреваемые, и реально читателю непонятно, кого винить. Ну, мне было непонятно совершенно. Я кого только не обвиняла. Просто включая родителей в том числе, я никак вообще не ожидала того, как это всё повернулось. Я повернулась это так. Просто я не знаю. Вы знаете, я была бы счастлива, если бы Гиллиан Флинн написала продолжение. Хотя, лучше ставить всё как есть, но мне хочется. Там просто заканчивается на такой ноте потрясающей, что... В общем, финал в этой истории не испорчен, как это часто бывает в книгах. На шестом месте снова преступление. И это название «Коллекционер». Автор Джон Фауз. Молодой человек, он восхищается одной девушкой издалека. Но потом, ничего не планируя осознанто, как это так получается, что он её совсем слегка похищает. И здесь мы видим две интересности. Во-первых, мы видим, как обычный человек превращается именно в преступника. И мы видим, что жертва, она не всегда святая. То есть мы привыкли, что в фильмах и книгах похищаемая это всегда жертва, которой нужно жалеть. Она бедная, несчастная, наивная, светлая душа. Если за ней какие-то грехи, то небольшие, незначительные. Здесь же отношение к жертве неоднозначное. Кто-то может правда её жалеть, кто-то может осуждать, кто-то считать ханжой. То есть по-разному читателю может случиться впечатление. И это очень интересно. На пятом месте. «Вавилонские книги. Восхождение Сен-Лина». Автор Джессая Бенкрафт. Это такое фэнтези. Директор школы из провинции мечтает поехать к Вавилонской башне. Вавилонская башня не такая, как в нашей мире. Это что-то вроде параллели с вселенной. В первый же день теряет свою жену, которую очень любит, и отправляется на её поиски. И он ищет её в башне. И башня такова, что самый нижний её этаж, там такие самые слабые условия. Уровень башни, на которой ты находишься, они все разные по условиям. На каких-то хуже, на каких-то лучше. И это зависит от того, на каком уровне высоты это всё находится. И мне кажется, что эта Вавилонская башня из книги, это такая модель нашего общества в миниатюре. Это дико интересно, это очень непредсказуемо. И вы будете неустанно следить вот такими вот просто глазюками за действиями главного героя, который тоже неоднозначен. Он удивляет читателя. Нет вот этого вот клише, что главный герой, он во всём свят, безупречный, абсолютно человек, без каких-то своих слабых мест, без объяснения, почему он такой. Чарли не ставит перед фактом, что он родился добрый, вот у него такой характер, всегда был, он с этим всегда жил. Смиритесь. Нет. Здесь объясняется, почему в ему суща та или иная черта характера. На четвертом месте Лейли и Меджинун, автор Незамиги Нджави. Про Лейли и Меджинун написали два разных автора. Я читала именно этого. Это поэма, которая распевает любовь между двумя. Это Каэрома Джиоли, это по-восточному, но она более древняя по летоисчислению, поэтому не исключено, что Шекспир вдохновлялся этой историей. Может быть, а может быть и нет. Это гораздо романтичнее Ромео Джиолета или какой-либо другой истории. Это действительно о любви. Я сидела просто, и моё бедное сердечко трепетало при виде того, о чём я читаю. И в кои-то веки обычные любовные романы воспевают именно женскую любовь по отношению к мужчине. Здесь же, наоборот, мужчина любит сильнее, как мне кажется, хотя и девушка не особо отстаёт. Это совершенно нечто потрясающее, удивительное. Это одна из моих самых любимейших поэм просто в мире. Из прочитанных, конечно. Третье место. Мы подошли первой тройке победителей. И это письма на заметку. Автор Шон А. А. Шер. Суть книги такова. Автором собраны самые такие легендарные, эпичные и значимые письма, которые могут быть. И это не обязательно письма какого-то человека, который занимает некое очень высокое положение в обществе. Тут и письмо негра, который, прошу прощения за не очень такое деликатное слово, который был в рабстве, но сбежал. Тут и письмо королев и участников войны, и вообще очень многих лиц знаменитых, и Моролин Монрой, и Ганди, то есть, хотя нет, Моролин Монрой из другой оперы, ладно. Самое шикарное, что здесь полно-полно портретов авторов писем, и очень много снимков самих писем. Вот, вот, вы видите, вот эту бумагу, особую, древнюю какую-то, ветхую, вы видите почерк того, кто написал то или иное письмо, это совершенно шикарное впечатление создаёт у читателя, и, кстати, у Шона Ашвера есть ещё книга списки на заметку, не менее интересная, к слову. Мы переходим к второму месту, и это, та-та-та-та, Владислав, царство ему небесное, Крапивин, и это Слав Костуэльс-Герцена. Книга является автобиографией, но очень занимательной этой биографией. Вы вспомните своё детство, вспомните самые счастливые его минуты, ну, может быть, немножечко огорчительные, но всё-таки положительных больше будет в этих воспоминаниях, и заодно познакомитесь с самим автором и его воспоминаниями. Даже если вы вообще ничего не читали у этого автора, что очень меня огорчает, в таком случае вам всё равно будет очень интересно. Самый бы повод начать его читать и на карьере. Мы переходим к самому главному победителю. Это моё открытие года. Раньше этого автора я не читала. Итак, автор Илья Штемлер и его книга «Архив». Если вы думаете, что архив это такое скучное, унылое место, где несколько людей перекладывают с одного места на другой бумажке, вы заблуждаетесь, там не так тихо, мирно, там тоже бушуют какие-то интервью, там тоже получают в своё развитие какие-то интересные истории, занимательные, людские. И это так шикарно, он так прекрасно передал эту атмосферу архивную. Я сама не так далека от этой темы, потому что я увлекаюсь родословной генеалогией и с архивами я непосредственно контактирую. В одном только этом году писем в 10 я, наверное, им отправляла в силу определенных причин не могу посещать лично. И то есть я всю эту тему знаю, всё это мне близко и это шикарно. Но мне кажется это людям, которые далеки от родословных, им тоже понравится, поэтому крайне рекомендую. Собственно это всё. Надо же так быстро. Поэтому прощаюсь с вами. Пока-пока. До скорых миг и с наступающим Новым годом.